Девушки отдыхают А вот дорога, дорога, к сожалению, работает неважно Правильно, неважно, весьма неважно Ночью что за сбой был? Полувагон сошел на кривой Была, опрокинута опора, порван контактный провод Вам когда доложили, Константин Андреевич? Утром Значит, начальник дороги отдыхает вместе с магистралью? Лихо, ничего не скажешь Я вчера ушел из управления, Виктор Сергеевич, в 11 вечера Константин Андреевич, все мы имеем право на отдых Но как можно спать, когда стоит целое направление? Вы меня удивляете Дежурному, который не доложил, строго указано Наведите там у себя порядок А всех с ЧП вам должны докладывать в любое время дня и ночи Понятно? Понятно Хорошо Сколько на дороге брошенных поездов? Более ста Точнее 113 Причины? Сортировка не успевает перерабатывать Пытаемся использовать все возможности, но пропускной способности не хватает Есть, конечно, и наши упущения, ищем дополнительные возможности Вот, с этого надо и начинать В общем так, Константин Андрей, через неделю, чтобы все эти поезда подняли Это невозможно, товарищ замминистр За такой срок переработать 5000 вагонов Хорошо, декада, но больше ни одного дня Я так и доложу министру И лично замминись Константин Андреевич, лично Как у вас отношения с местными предприятиями? Как всегда, жмут, давай вагоны и все, слушать ничего не хотят Они правы Правы? Конечно, правы Вот я и даю Когда есть что давать У вас долг по погрузке какой? На утро было 2 миллиона тонн Правильно, с хвостиком И хвостик растет Мы вам даем квартал Вы оправляете дело, ищите резервы Не выправите, доложите на коллегии Вы знаете, мы спросим строго Спросить можно, спрашивайте Но дороге нужна и конкретная помощь Нужны капиталы вложений Нужны силы, чтобы их реализовать А мы пока, кроме ваших постановлений и призывов На сегодняшний день ничего не имеем Ну, а лично вашим отношением к приказам министра нам хорошо известно И чести вам, Константин Андреевич Это не делает Люди с энтузиазмом трудятся Водят поезда Обеспечивают движение Стараются выполнить приказы А начальник дороги, извините, брюс жит Все вам кажется, что мы чего-то не учли Не продумали Все мы учли и все предусмотрели Алло Да-да, я слушаю, слушаю В общем, давайте Выправляете там дело, Константин Андреевич Работайте Все Пока, до селекторного До свидания, всего доброго Граждане пассажиры, будьте осторожны По первому пути от перрона следует грузовой поезд Будьте осторожны Субтитры создавал DimaTorzok 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 Диспетчер 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 Погоди Смену сдаю Поездов скопилось ужас Пассажирские я еще раз сталкивал Ну, а грузовые В общем, веселенькая тебе смена предстоит Диспетчер Шумкова, погоди Ну, пока Ага, будь здоров Иван Николаевич Иван Николаевич Шумкова, слушаю Там у тебя от сборного отцепка шесть вагонов И сокращай ему стоянку Понял Танюша Ключи, слушаю Здравствуй, Танечка Здрасте, Евгений Александрович Порожняк до карьеры, он сейчас подойдет к тебе Поставь под обгон 35-й пассажирский Хорошо Диспетчер Слушаю, диспетчер Здрасте, Евгений Александрович Санга А, Сергеевна Привет Тут интересуется, что с рабочими Где ты через полчасика встречай А где там у тебя 2040-й? Да Прибыл, Евгений Александрович На четвертый путь в 5-10 Хорошо, понял Отправляй транзитный со второго Поняла Угу Вот такие дела На участке В четном направлении 20 грузовых И два пассажирских В нечетном 15 грузовых, 4 пассажирских Скорых пока нет На, лихо ночи поработали, лихо Федор Николаевич Федор Николаевич Мне сегодня к вам нужно зайти обязательно Что случилось? У меня личный вопрос Для личных дел у меня есть приемный день У меня неотложное дело, я не могу ждать А ты знаешь, Евгений Алексеевич, сколько у меня неотложных дел На участке 5 часов движения не было ЧП можно сказать, а ты тут со своими делами не горит же? Горит Диспетчер, Евгений Александрович Одну минуту Вот, вот, работайте, работайте В другой раз Диспетчер Диспетчер Слушаю диспетчер Здорово, Жень Сосед твой Мережка Привет Ну, как дела? Как жизнь? Да лучше всех Только вот почему-то никто не завидует Ха-ха-ха-ха, что так? Да, дела тут всякие Слушай, Жень, выручи, а? Чем? Возьми у меня пяток четных А куда, в карман, что ли, себе? Ну скажешь Что, совсем, что ли, некуда? А ты думал Вот сижу и ломаю голову Слушай А тройка у тебя? У меня Опаздывает Знаю Знаю, знаю Где она там? Прибывает в Грачинск Скорый поезд номер 3 Красноярск-Москва прибыл на первый путь Аспирона Ввиду опоздания поезда стоянка будет сокращена На вас брать? Красавица! Минуточку. Разворачивай флаг, девонька, минут 15-20 позагораем. Товарищи, кто с билетами, проходите в вагон, потом разведемся. Миша, я в вокзал. Здорово. Здорово, Агеич. А че это был 80? Шестидесяток не хватило, и вот. Ну как у вас тут все в порядке? Все в порядке, пьяных нет. Езжай, Агеич, спокойно, тянет как зверь. Поедешь спокойно, пожалуй, мне. Загонять придется. Ну я тут сам, знаешь. Счастливо. Бывай. На. Шилов, машину принял? Принял. Ну что, поехали? А ты что, не видишь? Проводники красные флаги выкинули. Опять эти вагонники. Черт бы их. Походи. Ага. Ладно, пойду-ка еще погляжу, да узнаю, что там у них. Ага. Продолжение следует... Ты куда смотришь? Варюшку разъявила! Бибикать надо, начальник! Нечего глотку драть! Вот и поговорили! А чего он разорался? Девушка! Девушка, вы бы прошли в вагон, у меня почему-то не оказалось места. Откуда я знаю почему? Я же билеты не смотрела. Может, вы не в тот вагон сели, может, вы двойник. Ну что я, неграмотный, что ли? Вот, пожалуйста, первый вагон. Ваш? Наш. Ну, место не указано, но он же должно быть. Должно, значит, будет. Ну, я прошел весь вагон и все занято. А я ее, ну, на совещании у меня. Вот, телеграмма. Послушайте, вы можете минуту потерпеть? Хоть десять, но только тогда, когда я сяду на свое законное место. И никаким двойником я быть не желаю. Вот, завелся, а? Да, завелся. Я, между прочим, билет получил законно в кассе. И поэтому прошу вас, будьте любезны. Все? Да, все. Но учтите, что отсюда я не уйду. Чего ты, папаша, выступаешь? Все уедем. А с вами я вообще не разговариваю. Вам хорошо, вы с местом. Это верно. Да не беспокойтесь, вы гражданин. Вот только тронемся и... С вами тронешься. С вами по-настоящему тронешься. Мало того, что опоздали на два часа, теперь, пожалуйста, новые фокусы. Черт. Будьте осторожны по второму пути от Берона. Процессу с маневрона за Максим Смагонами. Будьте осторожны. Чего? Ничего. Стукаю вот. Вижу, флаги выбросили. Надо, думаю, посмотреть, что тут у вас. Ничего, букса вон. Букс. Ну, что уставился? Не картина. Ух ты какая. Какая? Сердитая. Сердитая. И красивая. Иди гуляй. А я на работу. Тогда работай. А то из-за таких, как вы, вон, буксы горят. Красивых все ищете. Из-за меня не горят. Я не вагонник. Я повезу вас. Ты машинист, что ли? Да нет, зачем? Помощник. А-а. А я уж думала... А что тут думать? Буду. А что тут думать? Буду. Тебя как зовут? Леной? Почему Леной? Людмилой. Людой, значит. Угу. Ты с этого, с первого вагона? Да. Давно ездишь? Второй раз. Слушай, Люд. Дай твой адрес, а. Такая девчонка мимо нашего города ездит, а я и не знал. Черкни вот на бумажке, а. Ну вот еще. С чего это, если я автограф буду раздавать? Все, уйти. Все, закончили. Все, пошел. Все, сворачивай свое знамя. Теперь хоть на край света. Послушай, Люда. Некогда мне видишь? Я подойду к тебе. На следующей остановке. Скорый поезд номер 3 Красноярск-Москва Отправляется с первого пути от перрона. Пути осторожны. Скорый поезд в Красноярск-Москва Все, в ажуре. Сейчас поедем. Еще 20 минут потеряли. Нагони теперь попробуй. Нагони, Магири, сколько сможем. Ох, девчонка ведь в первом вагоне. Проводница. Выходной зеленый. Зеленый вижу. Зеленый вагон. Зеленый вагон. Есть, Саня. Вижу зеленый. Ну, слава богу, вырвались. Может, тогда Красногорское проскочим? Типун тебе на язык. Смотри, сглазишь. Пути-пути-пути. Пути-пути. Пути-пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, у нас окно не открывается. Я бригадиру передам. Сделаем. Ну и что? Ничего. Свободных мест нет. Вы действительно оказались двойником. Когда кончится этот... Ну и что мне прикажете делать? В Красногорске многие сходят и... Что? Что и? Что ж я должен дорчать здесь около вас три часа, да? Пряхина, ну что тут у тебя? В чем дело, гражданин? В шляпе. Оказывается, я двойник. Не знал. Места не дают. А я, между прочим, на совещание... Ну, минутку. Ну, что случилось? Действительно, места не хватило? Не хватило. Значит, неверно я дала сведения, раз в вагоне двойник. Пожалуйста, ваш билет. Вот. Все правильно. Первый вагон. Конечно, первый. У меня же телеграмма. Да. Извините. Люда, а давай вот сюда. Я ему свое место уступлю, мне все равно Красногорская ерунда. Здравствуйте. Вот папаша. Правда, верхняя, но зато все 33 удовольствия. А их где-нибудь пристроить. Ну, слава богу, спасибо. Не за что. Для знакомства. Игорь Борисович. Хо-хо-хо! Вот это скорость. Да, скорость. То стоим часами, то мчимся, как угорелые. Правильно, ждать да догонять. Знаете, раньше говорят, по поездам часы проверяли. Сережа! Извините. И что это железнодорожное начальство думает? Ну, а что там о начальству? Оно теперь поездами не ездит, она все больше самолетами летает. Это точно. Ну, а куда наливать-то? Начальство. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Все были на завещании? На завещании. Я все. Все данные. Все данные. Ха-ха-ха. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Простите. Алло. Хорошо, иду. Подождите меня минутку. Вас слушают. Татьяна Алексеевна? Вы знаете, она вышла. Что-то передать? Нет, не надо. Спасибо. Угу. Вы, как я понимаю, к Василию Ивановичу. Да, очень надо, Татьяна Алексеевна. Очень надо. Но он принимает во второй половине дня. Мне дура каждый час. Сегодня же 29 число. Татьяна Алексеевна, милая, конец месяца, конец квартала, конец полугодия. Какие нынче толкачи пошли, а? Ладно. Попрошу, чтобы он вас принял в порядке исключения. Василий Иванович у себя? У себя он занят. А кто у него? Народ. И довольно много. А, ну извините. Проходите. Разрешите? Прошу вас. Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Ну, слушаю вас. Василий Иванович, я представляю. Нефтеперерабатывающий завод. Да. Я знаю, мне Гаджиев звонил. Должен вам сказать. Простите. Капитолина Николаевна. Капитолина Николаевна, зря вы приехали. Ну, план по наливу цистер у нас есть. За него с нас тоже, спрашивают, строго. Так что, боюсь, что мы не сможем помочь вашему заводу в этом месяце. Да и порожник цистер на подходе нет. Ну... Впрочем, минуточку сейчас. Уточним. Степняк. Как... Да. Как там у нас с порожними цистернами? Так. Понял. Понял. Ну, вот видите. Цистерны на дороге есть, но они на Грачинском отделении. А это далеко. Так что, через два дня вы их получите. Василий Иванович, выручьте, пожалуйста. Ну, неужели нельзя как-то форсировать? Извините, ничем не могу помочь. Иванович. Вот. Что это? Подарок от нашего коллектива. От коллектива? Кому? Вам. Так. А вы знаете, как это называется? Подарок. Нет, это называется взятка должностному лицу. Василий Иванович, это подарок ко дню рождения. Ко дню рождения? Погодите. А сегодня? А сегодня 29 июня, Василий Иванович. Действительно. Заработался. Про свой день рождения забыл. Вот именно. Вот так. А мы помним. Спасибо. А вот это уберите, Капитолина Николаевна. Василий Иванович. Уберите, уберите. Вот цистерны. Я же сказал, через два дня. Я не могу так уйти. Да вы что это? Как вас? Ну что, успокойтесь, милая. Ну, при чем тут слезы? Да перестаньте, пожалуйста. Ну, зачем это? Вы извините. Извините. Вы думаете, мне в радость весь этот маскарад? Мне цистерны нужны поймите. План горит. Людям премия горит. Все горит. Я не могу так уйти. Я вижу, вы немытьем-то. Катанье. Татьяна Алексеевна, Принесите, пожалуйста, воды. Не надо. Не надо воды. Не надо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Что же вы меня подводите? Устроили истерику? Да ничего не устроила. Простите. Здравствуйте. Сам у себя? Подождите минутку. Товарищ Желнин занят. Спасибо. Ждите, подождите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И товарняк идет, дай бог. Тоже, видать, нагоняет. Да. Ну, вот вам и скорость, товарищ министр. Мы-то поедем. Чего? Да нет, я так про себя. Про жену, что ли? Нет. О больших людях думаю. А. Угу. Хвостовое ограждение в порядке. Четный, у вас все нормально. У вас тоже. Счастливо. Сколько нагона, Санек? Ты что, проводить свои думаешь? Сколько, говорю, нагона? Нагона? Да. 20 минут. Зеленый Агенч. Вижу, зеленый. А девчонка и правда хорошая. Что ты говоришь? Попросил адресок? Просил, не дала. Не дала? Значит, плохо просил. Мне хорошо, надо просить с подходом. Люда, у вас соль есть? Сейчас. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Молодой человек. Молодой человек. Курить можно только в нерабочем тамбуре. Слушаюсь. Люда, мама просила извинить, что задержали посуду. Хорошо, хорошо. Извиняю. Большое спасибо. Большое, пожалуйста. Молодой человек, а ваш билет где? Как, где? Минуточку. Ну, я же со сменщицей. Света, что ли, ее зовут? Мы же с ней договорились. То есть, как договорились? Ну, как, ночью дело было. В поезду я опоздал, вскочил на ходу. Неужели она нам ничего не сказала? Нет, не сказала. Так, значит, вы без билета едете, да? Приехал уже. В Красногорске выхожу. Не волнуйтесь, со Светой все как положено. Мы... Вы это бросьте. А вдруг ревизор, что тогда? Да и вообще, как это без билета? Ну, знаете, это уж с ней сами разбирайтесь. И разберусь. Разберусь. Света! Свет! Ну что, ну, спать хочу. Да проснись ты! Слышь? Господи, ну чего? Ты что, безбилетника везешь? Что, ревизор застукал? Нет. Рогов проверял, да? Никто меня не проверял. Я сама проверила. Ой. Ну, стоило из-за этого будить человека. Парень ночью садился, билет не успел купить. Он еще не сошел? Нет. Куда ты его ведешь? Ну, ты расшумелась. Ладно, держи вот. Ты что, в своем уме? Да в своем, в своем. Бери. А что бывает за такие вещи, знаешь? Знаю. Не хочешь, не надо. А зря. Мы парню доброе дело сделали, он нас отблагодарил. Ну, что здесь плохого? Плохого? Ну, знаешь. Слушаю, Александр Никитич. Звонил заведующий отделом транспорта обкома товарищ Колобов. Просит вас приехать к 15 часам. К нему? Да. Сказал, зачем? Да. На 15 часов назначен совет директоров. Я это знаю, а почему в обкоме? Не могу знать, Константин Андреевич. Так. Значит, директора собираются меня бить по-настоящему. Я вам нужен, Константин Андреевич? Нет. Идите, Александр Никитич. Василий Иванович, меня на три в обком вызывают. Проведи, пожалуйста, селекторное без меня. Хорошо. А я посижу, мне подготовиться надо. Хорошо, Константин Андреевич. Хорошо. И сообщите им, что рекламации на хечение грузов мы больше от них не примем. Пусть организуют сопровождение. Понятно. А то мы с этими хищениями поняли. Желнин, слушаю. Здравствуйте, Василий Иванович. Колобов говорит. Здравствуйте, Сергей Федорович. Как дела? Да дела, в общем, Сергей Федорович долго рассказывать. А что вы имеете в виду конкретно? Да, не важно у вас дела, не важно. Мне опять звонил Гаджиев. Им срочно нужны цистерны. У них горит месячный, квартальный, полугодовой план по отгрузке. Да, у меня был их представитель. Я прошу вас им помочь. Сергей Федорович, может, все-таки начальнику дороги? Ну, это уже отговорки. А нам нужно дело. Вы меня поняли, Василий Иванович? Понял. Спасибо, до свидания. Слушаю, Грачинск. Мережко? Да. У тебя там путейцы на восьмом закончили работу? Да, обещали минут через десять. Хорошо, понял. Диспетчер? Слушаю. Слушаю, диспетчер. Да тут что-то у меня с микрофоном, Евгений Александрович. Я слышу, Сергеевна, слышу. Санга говорит. В 2042-й проследовал в 6.38. Хорошо, понял. Слушаю. Жень, это я. Алло. Да, Зоя. Ты к Исаеву ходил? Нет еще. Мне некогда. Да ему сегодня не до квартиры. Тебе всегда некогда. Тебе всегда не до квартиры. Когда это кончится, когда-то концов? Да погоди ты. У меня десятки поездов скопились на участке. А мне плевать на твои поезда. Мне мои деньги дороже. Погоди, Шумкова. Вот навязался на мою шею. Зоя, я тебе тысячу раз говорил, не звони мне на работу по таким пустякам. Ах, по пустякам. Ты мне мешаешь, в конце концов. Да квартиры не пустяки, идиот. Пока ты там чухаешься в своем кабинете, люди доходят. Ах, по пустякам. Да, Шумкова. Евгений Александрович, бригадир пути просит заменить стык по первому главному. Понял. Что делать? Значит так, пропустим два нечетных, пассажирские. Потом я подскажу. Хорошо. Слушай, Жень, тройку придется тормознуть. В Шумкове, наверное, в Соснове уже опоздали. Да ты что, Владимир Николаевич, ну тройка же и так опаздывай. Приказ из управления дороги пропустить цистерны под налив. Ну хорошо, а с этим что делать? Диспетчер. Да погоди ты, слышу диспетчер. Вы же сами мне с Нодом говорили. Говорили, говорили, мне тоже говорили, а теперь совершенно другое сказали. Словно так, Шумкове останови тройку, а цистерны, три состава с Гатчинского отделения, пропусти. И учти, надо организовать скоростной пропуск. Ясно? Ясно. Шумкова? Шумкова, слушаю. Шумкова, у тебя там тройка на подходе. Шумкова, слушаю. Шумкова, слушай. Шумкова, слушай. Ну как там, Сань? Корядок на советских магистралах. Надо же! Соснова проскочили, а тут. Литерный за нами гонится, что ли? Да какой там литерный? Видать, забит все впереди. Агеньш, ты б спросил у дежурного по станции? Надолго он у нас? Шумкова, дежурный! Чего тебе? Машинист скорого говорит. Надолго поставили? Я сам не знаю. Диспетчер поставил. Постой пока. Постой, постой. Мы такие шагали-дали, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, не взирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотник за удачем, и в пицце. Мы охотник за удачем, и в пицце. Мы охотник за удачем. Красная батарея! Спасятся! Сюда! Девушка, нельзя ли включить вентиляцию или еще чего-то? Сами, наверное, чувствуете, сил нет. Не могу, только на ходу. У нас все так? Нет, в моем коммунальном хозяйстве не так. Да уж. Ну, скоро мы наконец поедем, девушка. Если б я знала. Ну, вы понимаете, что я на совещании опаздываю. Не волнуйтесь, скоро будет готов чай. Чай, чай. В такую жару только чай пить. Безобразие. Ох, оставьте, Игорь Борисович. Ну, что эти девочки могут знать? Люд! Ой. Привет. Напугал. Чем занимаешься? Кухаришь? Ага. А скоро поедем. Не знаю. Вот стоим, пропускаем на ливные. Меня пассажиры ругают, будто я виновата. Ну, правильно. Стрелочники виноваты. Послушай... Санькой меня зовут. Послушай, Саня, а нельзя их поторопить? Кого? Ну, кто нас тут держит? В огоне жарище, духота. К тому же дети. Ой, Люда, это от нас не зависит. Мы вон, как разрешат. На ходу оно лучше. Вентиляция-то принудительная. Угу. Принудительная. Угу. Да видела я их, видела. И даже верила. Ну, чё? Мне вот их даром не надо. Каблук только саранчу давить. Говорят, завтра в магазин югославские лифчики привезут. О, югославские. А клань-то отхватила французские. Ха-ха-ха. Господи, тут те же заботы. Люда, а ты москвичка? Москвичка. Ну, а мы вот провинция, в общем. Ха-ха-ха. Провинция. Так что я понимаю. Что понимаешь? Почему ты не хочешь дать свой адрес? Я тут серьёзно. И я серьёзно. Я тебе всё равно встречу на обратном пути. Можно? Пожалуйста. Только я не знаю, когда мы тут будем. Я рассчитаю. И обязательно встречу. Если не буду в поездке. Ладно. Я тут и видал, а. Бочки катят, а нас держат. Да. Чёлкнулись диспетчера. Не иначе. Ну, блин. Ты посмотри, тут я сейчас. Хорошо. И пока я не найду, не найду корову. 154 в 7.22 и в 7.35. Девятка в 7.500 и в 7.55. Всё. Здоров. Здоров. Сам пришёл. Что же это получается? Нас держат, а грузовые? Я тебе русским языком сказал. Диспетчер вас поставил. Диспетчер, бойчук. А я что? Я как тот, как тот телок. Машинист карьера. Осаживай на второй путь. Маршрут готов. Вилят мне выпустить тебя. Открой сигнал и поезжай, как миленький. Там же люди мучаются. Люди, люди. Ты ему белый, а он тебе всё чёрное. А ну-ка, дай-ка. Вызывай диспетчера в конце-то концов. Чего? Вызывай. Он подому телефону. Диспетчер? Машинист стройки говорит. Вы долго нас будете держать? Что же это получается? Грузовым зелёный, скорой маринуете. Да я не кричу. Ну и вы потише, тоже не глухой. Мы нагоняли, нагоняли, что? И скажу. Вот подождите, скажу. Понятно. Телефон-то не виноват. Ну что? Выпросил зелёное? А, выпросишь. Сказал, что ещё один состав цистернами нагоняет. Ну правильно. Он уже ключи прошёл. Зашились где-нибудь с наливом. Ну вот. А ты пупок рвёшь. Стой и не рыпайся, и мне кишки не мотай. Отдыхай. Вот вам и скорость, товарищ министр. Чего? Да нет, я так себе. Вам что, гражданин? Мне бы позвонить в Красногорск. А кто вы такой? Никто. Пассажир. Что, тоже с жалобой? Жалобы в письменном виде? Да нет, жаловаться я не собираюсь. Бесполезно. Мне бы предупредить, чтоб билет сдали. На самолёт я уже не успеваю. Ах, вон оно что. Ну ладно, звоните. Вон по тому телефону, пожалуйста. Попросите, чтоб город вам дали. Спасибо. Иван Николаевич! А что мне с удобрениями делать? О господи! Я тебе, Хворостенко, ещё утром сказал! Поставь три вагона с удобрениями на подъездной путь медкомбината! Совхоз успеет выгрузить! Вот народ! Ну что, все наши старания коту под хвост? Сказали, ещё один состав будет. Вот рисует. Чё? Да вон, видал. А-а-а! Ни диспетчеров тебе, ни светофоров. Ну, положим, диспетчера у них есть. А насчёт светофоров, сегодня же пойду в управление дороги и спрошу, чем они там думают. Непорядок, уже около часа стоим. Ну? Саня! Сань! Привет! Что? Саня, я хотела тебя спросить. Про меня что? Да нет. Ой, там ещё красный. Мы ещё постоим. Что? В погоне у меня такая история. Я хотела с тобой посоветоваться. Ну? Напарница моя, проводница Дэнкина, она пассажира посадила ночь. Без билета, понимаешь? Ну? Деньги с него взяла. И не хочет поделиться? Да ты что? Я и сама не возьму. Правильно. Ну, это ж безбилетник. Ну, а если ревизор? Худо будет. Да и вообще. Я сначала хотела бригадиру рассказать, потом подумала, мало ли что, орать начнёт он такой. Да и Светку жалко. Правильно. Капать на подруг некрасиво. Вот. Так что же мне делать? Выгнать этого зайца из вагона и всё. Ну, он же деньги платил, он же не так. Люд, а ты вот что, забери у неё деньги, купи на них билет. Где? Да вон, в кассе. Ой, как же мне самой-то в голову не пришло. Ты умница, Саня! Саня! Спасибо. Люд, ты чего, случилось что? Да, случилось. Ты бы слышала, что о нас пассажиры говорят. Такие-сякие железнодорожники. Ой, а мы при чём здесь? Наше дело пятое. Нет, не пятое. На нас железнодорожная форма. Давай деньги. Какие деньги? За безбилетника. Ой, бери, бери, я же предлагала. На. Что это всё? Чего? Так ты что, не только этого парня? Ну, а ты думала, что это студент всё дал? Давай их сюда. Что, все что ли? Все. Ну, уж нет. Я его везла ночью, я рисковала, не ты. Вот возьми свою долю и... Что, мало что ли? На. Возьми пятёрочку и успокойся. Пытался я понять логику Рейгана, это невозможно. Девушка, девушка! Девушка! Ой, Господи. Да где же она? Да где же она? Девушка! Я слышу, я слышу. Ну, чего барабанишь? Я тут. Мне билеты. Вот на все. Куда? Какие билеты? А, ревизор, что ли? Попалась, голубушка? Да нет, попросили. Давайте до следующей станции. До Красногорска, значит? Ага. Держи. Спасибо. И впредь прошу быть всегда в форме. А почетному? А почетному направлению обстановка в данный момент перед Красногорском нормализуется. Конкретней, пожалуйста. Диспетчеры отделения пропустили почти все транзитные поезда и порожняк. Особенно толково и оперативно работает диспетчер Байчук. Байчук. Да. Сейчас все усилия брошены на то, чтобы организовать пропуск пассажирских. И скорого поезда номер три в том числе. Кстати, а как там тройка? Тройка, к сожалению, опаздывает. К тому же она более часа простояла в Шумково. Причина? В данном случае товарищ Желнин просил распорядительный отдел побеспокоиться относительно цистерн для нефтеперерабатывающего завода. Я приказал поставить тройку под обгон цистерны. Я думал, что это займет каких-нибудь полчаса. Кстати, тройку уже отправили. А распорядительный отдел, значит, своей точки зрения не имеет. Достаточно кому-нибудь позвонить, о чем-то попросить. И скорый поезд, к тому же опаздывающий, останавливается, а цистерны катит. Константин Андреевич, я думал, что Желнин, ваш первый заместитель, я думал, что дисциплина... Вы правильно думаете, Степняк, но над приказами надо... Приказа не было. Была просьба помочь. Тем более, вы переусердствовали, Степняк. Надо было пойти к товарищу Желнину, доложить ему поездную обстановку и настоять на том, чтобы цистерны, в конце концов, можно и придержать. Вы же не новичок. Виноват, Константин Андреевич. Виноваты. Я вас накажу. Василий Иванович, есть вещи непреложные на железной дороге? Святые, если хотите. Я не давал приказа останавливать тройку. Но это ваша идея протолкнуть цистерны для нефтеперерабатывающего? Эта идея не моя. Меня об этом настоятельно просил Колобов. Ну и что, что просил? Мало ли кто чего попросит. Константин Андреевич, это простите об ком. И мнение об кома. Колобов еще не об ком. Колобов просто заведующий отделом транспорта, об кома партии. И мнение Колобова еще не мнение об кома. Почему вы думаете, что отсюда из управления дороги хуже видны наши дела, чем из кабинета Колобова? Это во-первых. А во-вторых, есть еще этическая сторона вопроса. Садитесь, пожалуйста. Хотя приказа Степняку вы и не отдавали, но вы же знаете, что для подчиненного просьба это тоже почти приказ. Даже хуже, чем приказ. Потому что за последствия приказа он не отвечает. Так что вы его подвели, Василий Иванович. Ну что вы молчите, как школьник? Ну что я могу сказать? Мне сказать нечего. Да, Константин Андреевич. Минуточку. Бабенко слушаю. Ну что там у вас с тройкой? Константин Андреевич, тройка в пути. На перегоне ключи Санго. Здравствуйте, Любовь Ивановна. Здравствуйте. Ну вот у себя. У себя. Я на минуту, хорошо? Угу. Глиноземному комбинату... Можно? Мы дали все, как положено по плану, но я предупреждаю еще раз. Если вы не сократите сроки простоя вагонов до нормы... Ах, платите? Да нам эти штрафы знаете. Нам нужен плановый оборот вагонов, а не ваши штрафы. Все. Что случилось? Я уже говорил, Федор Николаевич, я по личному вопросу. Я же вам сказал, Евгений Александрович, не время сейчас. Вы же сами видите, какое сегодня положение. Сами знаете, какая ситуация у вас на участке. Знаю, знаю. Вопрос надо решить сегодня. Завтра будет поздно. Выпишут ордера. Ну хорошо. Ладно. Пусть все летит к чертям собачьим. Пусть. Давайте решать личные вопросы. И так у вас жилье. Да, жилье. Мы вчетвером живем в однокомнатной квартире. Меня опять выбросили из списка. Ну сколько же можно? Все. Все. Дом распределен. Других квартир у меня нет. Вот сдадим на сортировку. Ну там же еще и фундамента нет. Будет. И дом будет. Ну когда? Будет, я сказал. Зачем вы ко мне пришли, Евгений Александрович? Что я, по-вашему, должен всеми этими делами заниматься? В конце концов, существует местком, райпрофессор. Федор Николаевич, я ведь... Мне бы вон с поездами разобраться. Федор Николаевич. Минуточку. Федор Николаевич. Ну что, что? Я вас лично прошу. Я уже дважды уступал очередь. Я сказал, сдадим дом. Я уже пять лет. Вы понимаете, пять лет. У меня уже нервы не выдерживают. Вы же знаете, какая у диспетчера работа. А тут еще вон дома. Евгений Александрович, я не врач. Зачем вы мне об этом рассказываете? Вы начальник отделения. Кому же мне еще обращаться-то? Я вам сказал, кому. Вы извините, меня люди ждут. И потом, если вам здоровье не позволяет у нас работать, поезжайте в колхоз. На свежий воздух смените профессию. Напрасно бы так, Федор Николаевич. Я столько лет отдал железные дороги. Я... Я... Да, я слушаю. Санга, слушаю, Евгений Александрович. Сергеевна, у тебя там цицерны на подходе. Поставь их на четвертый путь под обгон. Тройку пропустим. Поняла. А что это сегодня? То поставь, то пропусти. Да сам ни черта не могу понять. С утра говорят одно, а потом... Ладно, Сергеевна, разберемся, разберемся. Диспетчер? Слушаю, диспетчер. Маслов говорит. 3031-й проследовал 9-0-1. Хорошо, понял. Диспетчер? Слушаю, диспетчер. По Шумкову отцепка будет от сборного? По Шумкову. Так, минуту. Да? Ты у Нода был? Был. Ну и что он сказал? Ничего хорошего, надо ждать. Что значит надо ждать? Да сколько можно ждать? Они тебя просто... Зоя. Они тебя за человека не считают. Зоя. Вот пойди к нему сейчас все и скажи. Да никуда я не пойду. Знаешь что? Мне некогда, ты мне мешаешь. Знаешь, пока ты там свои выпила получаешь, и твою морду на доску почета вешают, Люди квартиры получают. Диспетчер! Понял, все? Все. Вот и живи в своем кабинете, а? Диспетчер. Евгений Александрович, ну куда вы там пропали? Да слушаю, Иван Николаевич, ну что ты заладил? Диспетчер, диспетчер. Слышу я. Заладил. Шумкова, слушаю. Вот. Есть у тебя оцепка, шесть вагонов. Я же тебе говорил с утра. Неужели непонятно? Мало ли что, у вас сегодня 7.50 на неделе. Диспетчер. Слушаю, Маслов. 3035, прибыл на второй путь, 9.16. Хорошо, понял. Пропустим пассажирский. Понял. Диспетчер. Слушаю, Санга. Евгений Александрович, 2042-й цистерны прибыл на четвертый путь в 9.17. Хорошо, Сергеевна. Пропустим тройку. Пропустим, Александрович. Так, четвертый путь у нас вмещает 64 вагона, а 2042-й. Ну что? Так ты думаешь еще идти к ноду или нет? Зоя, ты дашь мне сегодня работать или нет? Я спрашиваю, а? Господи, вот напасть. Господи, вот напасть. Диспетчер. 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 Евгений Александрович. Погоди, Иван Николаевич. Санга. Санга, Санга. Сергеевна, где ты там? Слушай, Евгений Александрович. На подходе ко входному, а не на проход по зеленому. Ну какой зеленый? Проверь сейчас же, какой зеленый? Грузовой не может уместиться на четвертом пути, у него хвост на втором. Ой, батюшки, Марин. И приду, приди машиниста, пусть немедленно протолкнется вперед. Поняла, сейчас поняла. И перекрывай входной, перекрывай. Зеленый, Агейчик? Есть, Саня, вижу зеленый. Красный, агейчик, красный. Смотри. Что ты зачем? Цистерна, на главном цистерне. Билевич, тормозите. Саня, быстрей машине, телевизор. Теревизор. Не войду. Да уходи, Женька. Не войду, я домой, агейте, я домой. Диспетчер. Диспетчер. Евгений Александрович. Диспетчер. Что они там поумирали, что они все. Диспетчер. Вот народ. Жень, Жень, что с тобой? Тебе плохо, Жень? Ты что, сердце? Помогите ему. Давай-ка. Отведите его в кабинет технической информации. Диспетчер. Евгений Александрович. Ну, куда вы поднимались, там все. Да погоди ты, Шумкова, тут не до тебя. Господи, что за смена. Нет, это не сердце. Это просто нервы, стресс. Такой случай на участке, знаете ли. Диспетчер. Евгений Александрович. Ключи. Через пять минут. Здрасьте. Владимир Николаевич, посадите сюда Петракова, введите его в курс поездной обстановки. Ну что же, тебе плохо? Может, вызвать врача? Ну, ты посиди. Я побегу. Жене позвонить? Понял. Ну, я забегу к тебе сегодня. Женя, не надо успокоиться. Ага. Вообще не жертв нет. Слышишь? Жертв нет, Константин Андреевич. Помощник машиниста, Хаченко его фамилия, получил ранение средней тяжести. Ударился головой о стойку кабины и перелом ноги. У машиниста сильные ушибы, оба в сознании. В вагонах были многочисленные падения с верхних и нижних полок. Тяжелых травм нет. Что вы предприняли? Первую помощь пострадавшим оказал сангинский фельдшер. Я отправил же в Сангу две скорых с медперсоналом. Хорошо. Причины столкновения выяснили. Хвост грузового почему-то оказался на втором пути. Слово почему-то я просил бы в моем кабинете не употреблять. Это непрофессионально. Да с этим все ясно, Константин Андреевич. Четвертый путь в Санге вмещает 64 вагона. А на него поставили 72 цистерны. Вот и... Это что, вина диспетчера? По-видимому, да. А почему на входном светофоре горел разрешающий? Это еще не выяснено. Прошло всего 15 минут. В последний момент грузовой протянул состав, но оторвал последнюю цистерну. Это ослабило удар. Но, в общем, восстановительный поезд отправлен 5 минут назад. Что с электровозом? Наверняка вышел из строя. Значит так, Василий Иванович, немедленно отправляйтесь на место аварии. Возьмите с собой, кого считаете нужным, разберитесь во всем на месте. Подробности и причины аварии доложите мне в 20 часов. Понятно. Все свободны. Иван Николаевич! Иван Николаевич! Больно? Потерпи, Санечка. Потерпи, миленький. Кладите. Давайте на носилки. Да нет, что вы. Вот этого дурака, а я сам дойду до машины. По сторонитесь, товарищи. По сторонитесь. Ну, кто так грузит раненых? Вы видели, чтобы так грузили раненых? Голову поднимите повыше. Вот так. Приготовились, понесем. Я найду тебе, Люд. Вот оклемаешься и найду. Да я сама найдусь, Саня. Все будет хорошо. Все будет хорошо. А на меня зла не держит, Ильич. Я не виноват. Что тут диспетчер дежурный по станции начинал? Да ладно. Давайте в машину. До свидания. Ну, пока. Вот вам и скорость, товарищ министр. Не понял. Ну, пока. Что это ты, Константин Андреевич, отвернулся от нас? Да так вот засмотрелся. Видишь, вон воробей. Нахал, я тебе скажу, страшенный. Голубь где-то корку хлеба раздобыл, а он скок-скок, прыг-прыг и утащил у него. Все как у людей. Да? Философия, Константин Андреевич. У людей-то оно... Сам, небось, думаешь, как от нас отбиться? Думаю. Как не думать? Ну вот, а то воробей, воробей. Прошу, товарищи, проходите. Три часа. Константин Андреевич, вас к телефону. Уржовов, слушаю. Константин Андреевич, нам только что сообщили, скончался Ткаченко, помощник машиниста с поезда номер 3. Алло. Вы слышите? Да слышу, слышу. Во время операции в больнице. Максим Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Подвиньте, пожалуйста. Начинаем, товарищи. Прошу, Сергей Васильевич, по первому вопросу. Доложите совету, как складывается по заводному обеспечению вагонами на текущий квартал. Товарищи, учтите, у нас ровно полтора часа. Я, Сергей Федорович, проанализировал создавшуюся ситуацию, и положение наше таково. А вы не мне, вы и совету своему докладываете. Я у вас слушатель. Вы проводите совещание. Потом, если позволите, я выскажу наше соображение. Значит, товарищи, выглядим мы в этом вопросе так. Крупнейшие наши предприятия, так сказать, киты наши, ну, Красногорский ашмаш, машинный бур, экскаваторный завод, да и другие заводы, в последнее время, с большим трудом справляются с плановыми заданиями. И причин для этого несколько. Но одна причина, прямо скажем, постоянная, обсуждаемая на наших заседаниях без конца. Это железная дорога, товарищи. Она не справляется с вывозом готовой продукции, не вовремя завозит сырье. Но, руководители предприятия неоднократно обращались с просьбами к товарищу Уржумову, к его заместителям, с просьбами обеспечить их достаточным количеством вагонов. Но, чем дальше, тем все больше вагоны становятся настоящим дефицитом. Прям-таки черная икра. Ну, икру, если надо, еще можно достать. А вот как быть с вагонами? Да, действительно. Так что нам предстоит серьезно и откровенно обсудить все недостатки в работе железной дороги. Можно я? Погоди. Но с не меньшей, товарищи, ответственностью и принципиальностью мы должны признать и свою вину. Вину руководителей предприятий, поскольку в этом дефиците вагонном большая доля вины владельцев подъездных путей. Так что же, выходит с больной головы на здоровье. Ну, я должен сказать... Спокойно, Евсея Евсеевич, спокойно. Ты видишь, чем пришел на заседание начальник дороги? С папочкой. А что в папочке? Цифры! Ну, что же мы, специально, что ли, держим эти вагоны? Какая разница, специально, не специально. Есть план оборота вагонов? Есть, а попробуйте в него вложиться. Надо вкладываться. Товарищи, может быть, мы сначала послушаем директоров, а потом уже дадим слово Константину Андреевичу. Вы прямо как на суде, Сергей Федорович. Последнее слово подсудимому. Я думаю, что заседание Совета можно построить и по-другому. Все равно ведь Константину Андреевичу желательно ответить каждому из нас. Желательно. Да, действительно. Как на суде. У Ржумова уже появился адвокат. Ну, разрешите мне. Давай, Сажин, давай. Я вот что хочу сказать, товарищи коллеги. У нас на Метизе срыв подачи вагонов стал нормой. Вы понимаете, как конец месяца, так ночей не спишь. Все гадаешь, даст тебе железная дорога вагоны или нет. И вот вам положение на сегодняшний день. Продукция готова, грузить ее не во что. В общем, товарищи, я здесь в обкоме заявляю. Если Уржумов сегодня же не даст мне вагонов, плана у Метиза не будет. Сегодня не дам, товарищ Сажин. Вот так. Это физически невозможно. Ну вот, слыхали? Да мне уже на заводе рабочие проходы не дают. Вы, говорят, у нас директор или кто? Так вот прямо и не дают, да? Да, прямо и не дают. Ай-яй-яй, и что ж ты отвечаешь? Минуточку. Они говорят, почему мы не можем выбить вагонов? Для чего мы стараемся, соревнуемся друг с другом? Для того, чтобы склады забить? Вопрос резонный. Ну, товарищи. Эх, мне б таких рабочих. Неужели так сложно, Константин Андреевич, выделить в месяц 15-20 вагонов? Да, сложно. Я могу объяснить, откуда идут эти сложности. Товарищ Ржумов, продукция нашего завода эти относятся к важным, первоочередным грузам. И я считаю, что... Для нас все народно-хозяйственные грузы являются важными. Все первоочередными. Абсолютно все. Я не могу отнять вагоны у вашего соседа и отдать их вам, товарищ Сажин. Хорошо. Дайте мне справку, товарищ начальник дороги, что вы не можете обеспечить мой завод вагонами. А я эту справку пошлю в главк. И пусть там все что хотят, то и делаю. Хорошо, я вам дам такую справку. Только я укажу в ней подробно, с точностью до минуты, насколько вы, товарищ Сажин, завышаете простой вагонов. А за простой вагонов мы платим штраф. А кому нужен ваш штраф? Нужны вагоны! И если бы вы укладывались в план, то свои 20 вагонов метис всегда бы смог получить. Демагогия. Ну, как вам будет угодно. А вот меня крайне удивляет позиция товарища Уружумова. Да-да, крайне удивляет. Вы, Константин Андреевич, с такой легкостью парируете претензии предприятий, что получается вроде, что вы правы. А мы здесь все собрались для того, чтобы объективно разобраться в следующем вопросе. Почему же издорожники постоянно подводят промышленные предприятия? Почему срываются планы реализации продукции, доставки сырья? Минуту, товарищи. Колобов слушаю. Вы с ними соглашаетесь? Через час. Обязательно буду навесить. Товарищ Горькович, у меня все-таки казалось, что... Вот там в вашей папке цифры, в которых вы упираете на завышение норм простой вагонов. А у меня тоже папка. И в ней тоже цифры. Вот, пожалуйста. По нашей области ваша задолженность по погрузке около двух миллионов тонн. Это что, тоже они виноваты? Это они создали вам такую задолженность? Нет, ну почему же? Есть много и других объективных и не очень объективных причин. Почему, скажите, так получается? Чуть что, сразу объективные причины. И сколько угодно виноват, все равно прав. Объективные причины. Где на вас искать управу, товарищ Уржумов? Прошу, у вас цистерны? Нет. Звоню в обком? Вроде бы да. Потом снова нет. Может, в Организацию Объединенных Наций обратиться? Ну, вам-то как раз грех жаловаться, товарищ Гаджиев. Грех? Почему грех? Ну, вы же порожняк получили? Я? Если бы. Константин Андреевич, я же лично просил вашего первого заместителя протолкнуть цистерны для нефтеперерабатывающего. Лучше бы вы лично попросили об этом меня. Я бы сразу вам сказал, что сделать это невозможно. А мой заместитель побоялся вас ослушаться и стал проталкивать порожняк за счет скорого поезда. В результате на дороге случилось ЧП, произошла авария. В этой аварии погиб человек, молодой специалист, помощник машиниста. Изуродован электровоз. Ну, вот уж действительно, с больной головы на здоровую. Только вы учтите, товарищ Уржумов, что вам не удастся свалить свою вину на других. А я не собираюсь ни на кого сваливать свою вину. За свою вину я сам отвечу. Ну, правильно, вот это правильно. И мы пригласили вас сюда не для того, чтобы вы обвиняли кого-то или каялись. А мы собрались серьезно поговорить о наболевших проблемах. О результатах нашего совещания сегодня же буду докладывать первому секретарю, товарищу Бортникову. Не скрою, что его очень беспокоят вопросы, о которых мы здесь говорим. Правильно беспокоят. Положение дел на нашей дороге всем хорошо известно. Большая задолженность по перевозке грузов, постоянное несоблюдение графиков движения пассажирских поездов. Люди возмущены не меньше вашего. Они жалуются, пишут в газеты, газеты критикуют дорогу, а дорога продолжает задыхаться. Ну что ж, правильно? Ну да, правильно, правильно. Самое узкое место сейчас это сортировочные станции. Они не справляются с возросшим вагонопотоком. Линейно-технические станции тоже работают с перегрузками. Поэтому, несмотря на парк мощных, современных, скоростных электровозов, скорость линейная на участках продолжает падать. А это влечет за собой задержку оборота грузовых вагонов. Опять объективные причины. Нет, ну почему? Есть и наши упущения. Но главное, вот скажите мне, товарищ Гаджиев, насколько увеличился выпуск продукции вашего завода за последнюю пятилетку? Пожалуйста, в полтора раза. В полтора раза. А у вас, товарищ Сажин? На Метизе? Да, на Метизе. Мы-то стараемся, товарищ Уржумов. Уж мы-то стараемся. Правильно, стараетесь. У вас в полтора раза. Машина Бур в полтора раза. Экскаваторный завод в три раза. Количество перевозимых грузов выросло в несколько раз. А способность, пропускная способность железной дороги осталась практически прежней. Мы запустили капитальное строительство вторых путей. Сортировочных станций, депо. Наших производственных железнодорожных мощностей. Вот, к примеру, сегодняшнее ЧП. Сегодняшнее ЧП. Ведь тут, помимо ошибок службы движения, тут же есть еще одно. Короткие запасные пути. Они уже не вмещают тяжеловесные поезда. Я уж не говорю о сдвоенных составах, за которыми будущее железной дороги. Упустив время, не добившись капиталовложений, мы лишили себя транспортной силы. И вагонопоток захлестнул дорогу. А где вы были раньше? Надо же думать о перспективе. Надо. Надо. Три года назад в Москве, в министерстве, я настаивал на расширении пропускных способностей нашей дороги. Просил подумать о перспективах. Но там особых причин для беспокойства тогда не увидели. Так что сегодняшние наши трудности не являются неожиданными. С себя вины мы тоже не снимаем, и выправлять положение дел на железной дороге будем мы, железнодорожники. Но и вы, товарищи, должны нам помочь. Я говорю не только о сокращении простоя вагонов и о бережном отношении к ним. Я призываю вас последовать примеру московских предприятий и самим ремонтировать поврежденные вами вагоны. А вы их сначала нам дайте. Дали! Три дня тому назад вы получили полувагоны с остальным листом. Товарищ Уржумов, так вот эти полувагоны мы не задержали ни на секунду. Не задержали, но в одном полувагоне оставили 30 тонн этого самого дефицитного стального листа. Может быть, он вам не нужен, товарищ Бармин, но это отдельный разговор. Так вот, после вас этот полувагон попадает в карьер. Там груз на дне вагона не замечают или не хотят заметить и вбухивают туда еще 60 тонн гравия. Итого 90 тонн. Полуторная грузоподъемность. Естественно, происходит авария. Полувагон сходит с рельс, сбивает опору контактной сети и дорога стоит 5 часов. Извините, я этого не знал. Так вот, знайте. Да, товарищ Уржумов, я смотрю, у вас каждому из нас заготовлен достойный ответ. А как же, я знал, куда иду. Не в детский сад. А в общем, если говорить о вашей помощи, товарищи, то действительно вы могли бы очень многое для нас сделать. Вот взять, к примеру, наш генеральный подрядчик Красногорск Трансстрой. Систематически не осваивает средства и срывает нам сдачу важнейших объектов. Невинский завод тоже мог бы раскошелиться и поставить нам сверх лимита рельсы и крестовины, в которых мы испытываем острейшую необходимость. Ну что ж, надо подумать. Подумайте. Мог бы помочь и ваш завод, товарищ Сажин, и другие заводы. Пора, наконец, понять, товарищи, что железная дорога нужна всем. Ну что, товарищи, какие будут мнения? Разрешите мне? Пожалуйста, товарищ Гадалов. У меня такая же напряжёнка с вагонами, как и у вас всех, товарищи. Но говорить об этом я не буду. Мы слишком много говорим. Говорим, говорим, нападаем, защищаемся, льём воду. А может, действительно надо помочь железной дороге? Это же в наших с вами интересах. Короче, у меня есть предложение. Давайте обсудим и решим. Я предлагаю следующее. Просим Бюро обкома вмешаться в сложившуюся ситуацию на железной дороге и рассмотреть вопрос о работе магистрали и о нашей конкретной помощи дороге. Какие ещё есть предложения? Нет предложений. Предложений нет, но есть сомнения. Железная дорога – это ведь государство в государстве. Стоит ли нам вмешиваться? Думаете, не стоит, товарищ Сажин? Не стоит. Я думаю, стоит, Сергей Фёдорович. Я уверен, что товарищ Бортников поддержит эту идею насчёт бюро. Что же, хорошо. А вы как считаете, Константин Андреевич? Я очень надеюсь, что совещание, подобное сегодняшнему, у нас последнее. И вместо взаимных упрёков, обвинений в адрес друг друга, непонимания, мы должны сообща перейти к делу. Давайте не латать прорехи, а менять весь стиль наших отношений и работы. Именно поэтому я тоже за бюро. Что вы сидите, Александр Никитич? Восемь часов вечера. Лидия Григорьевна пошла поужинь, попросила меня. Принесите мне поездную обстановку. В кабинете. Жилнин не вернулся? Пока нет. Что вы стоите, Александр Никитич? Присаживайтесь. Как там тройка? На подходе к Росногорску, Константин Андреевич. Кто был диспетчером на Сангенском направлении? Бойчук. От работы пока отстранён. Бойчук. Как же он так? Хороший вроде диспетчер. Хороший. А вот навалял. Не проверил приложение к графику. Ничего себе. Перед этим он был у Нода. Получил разнос обидный, несправедливый. И вот... Опять Исаев. Пригласите его завтра к десяти часам. Слушаюсь. А сейчас попросите ко мне, пожалуйста, дежурного по управлению. Хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Константин Андреевич. Ну, спасибо за поддержку. Не успел тебя там поблагодарить. Да не за что, не за что. Я вот тоже не успел. Чего? Ну что? Двадцать вагонов, а? Ну, горю, честное слово. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»